Кушать подано! А ничего более ужасного нету? Есть! Что, например? Новый обзор! Всем пламенный привет! Или лучше сказать, электрошоковый! Поняли, да? Поняли? Хотя нет, я ведь еще не сказал, что за игра у нас. Сегодня мы рассмотрим нечто очень твердое, хорошее, быстрое и сильное. Эксклюзив на консоль, название которой мне не разрешают произносить. Сама же игра называется Инфамаус 2. Или, если на родном языке, Дурная репутация 2. Как вы сами понимаете, если есть вторая часть, значит есть и первая. Но о ней я расскажу лишь вкратце. Заодно вы поймете, с чего начинается вторая часть. Однажды жил-был лысый чувак, возил посылки, в одной из них оказалась волшебная бомба, она взорвалась, уничтожила пол города, заразила всех чумой, а главный герой получил способность быть крутым, еще более лысым, и, что самое главное, способность управлять электричеством. То, что было дальше, я так и не понял, но в целом в городе появились злодеи, он им всем навалял, и в итоге он либо оказался героем, либо злодеем, в зависимости от того, какой выбор делался во время игры. И да, главная соль игры в том, что вам дается выбор. Либо быть говнюком, воровать, убивать и любить гусей, либо быть добрым самаритянином и помогать старушкам переходить дорогу, вместо того, чтобы избивать их собственной тростью. И это... ОХЕРЕННО! Хоть это сделано и не по высшему классу, но об этом чуть позже. Вторая часть начинается с того, на чем условно заканчивается первая. Главный злодей рассказал главному герою о том, что грядет суперзлой чел с погонялом зверь, который уничтожит всех человеков и остановить которого сможет лишь главный герой. И то, если сможет стать более сильным и крутым. Затем из ниоткуда появилась азиатская женщина по имени Куо. Сказала, «Тювак, моя тебе помогает?» и собралась повести его к какому-то умному... Так уж и быть. Афроамериканцу, который изначально изобрел ту самую бомбу под названием «Лучевая сфера», и который сможет прокачать его до небывалых высот и возможностей. И еще он любит курочку-гриль. Наверное. Я не знаю. Так начинается очередное приключение лысого Коула Маграта. Он и его лучший друг Зик, который в прошлой части умудрился предать его, но потом они опять подружились, прыгают на корабль и готовятся к самому главному событию в их жизни. Всего три дела. Три Б. Бабы, бухло, ну и Блэк Джек. Но не тут-то было. Вдруг откуда ни возьмись появляется огромный голый, горячий, и что самое главное лысый чувак, и начинает испепелять всех. Это оказывается тот самый зверь. Главный герой бросается в бой, месит его молниями, летает, и параллельно со всем этим вам объясняют, как правильно стрелять и прыгать. Причем объясняют яростно и безустанно, на случай, если вы совсем тубой, и способны уже через минуту забыть собственное имя. В итоге главный герой сам огребает, и поджав хвост, он и его команда сваливает на борту теплохода сказочное путешествие книг афроамериканца, который творит чудеса и сделает главного героя тверже, лучше, быстрее и сильнее. Ну и само собой не обошлось и без эпичной вступительной речи. Вам случалось подвести тех, кто на вас рассчитывает? Не оправдать надежды? Терпеть поражение? Именно такие моменты закаляют нас, вынуждают действовать на пределе возможностей, принимать сложные решения и платить за них. Эпично! И перед приплытием в замечательный город Нью-Море, главному герою предоставляется возможность надрать задницу паре-тройке чувакам в костюмах сноубордистов и заодно проявить себя либо злодеем, взорвав по возможности пол деревни вместе со всеми врагами и мирными жителями. Заманчиво. Расы всех одним ударом. Ну да, женщин, детей, животных. Либо добряком, разобравшись с негодяями по старинке, не калеча мирное население, а наоборот, подлечив бедолаг доброй порцией электричества. Эээ, пишем, да? Не понимаю, как они от этого еще и выздоравливают, а не умирают. Но это не важно! Затем, сразу после того, как вас обучили правильно махать во все стороны железной палкой, излучающей лучи добра, рассказали, что жать, чтобы парить в воздухе и как чертовски круто ездить по линиям электропередачи! Мой бог, это так круто! Главного героя одолевает ностальгия, и он ведает нам о том, что раньше он тут уже был. Исключительно ради того, чтобы бухать и бегать по крышам со своим жирным другом. Что ж, это объясняет то, откуда он научился ползать по зданиям не хуже, чем настоящий ассасин. Но как он научился не развиваться в говешку, падая с него с кребов, останется загадкой. Дальше пишем, да? И, вспомнив молодость, главный герой на пару с азиатской женщиной, которая совершенно не умеет стрелять, как и водить машину, отправляется выручать черного доктора, на которого вдруг напали злодеи. Прописав борщ парочке негодяев тут да там, главный герой находит светящуюся фигулину и затем еще и доктора. Маград! Доктор Вольф! Вставай, заебал ты! Ебаный шашлык! Доктор объясняет, что таких фигулин есть еще шесть штук, что их надо будет найти и что, всосав их содержимое, главный герой будет становиться сильнее, обретет новые способности и в итоге сможет замочить зверя. На радостях главный герой решает сразу же опробовать первую светящуюся хреновину, затем его не по-детски вштыривает, вследствие чего он падает на землю и засыпает, как последняя пьяная скотина. Прям как ты, Даня. Пошел нахуй! Очнувшись, он видит, что доктора уже замели, а самого его наверняка отымели. Но он не унывает и вместе со своим толстым другом и женщиной в черном они начинают строить дальнейшие планы. Незадолго после главный герой узнает, что в городе всем заправляет какой-то старый вонючий дидан с дебильной прической по имени Бертран и что именно он руководит чуваками с пуколками под названием ополчение, цель которых находить в городе мутантов и выбивать из них дерьмо. Ну и соответственно оказывается, что он похитил черного профессора и что надо что-то делать. Откнись и введи меня к вольфу. Живо! Эдщак! Доктора в итоге спасают, везут домой к семье, к жене, но поскольку за рулем сидит азиатская женщина, которая не умеет водить, они разбиваются об фуру, которая ехала прямо на них и которую можно было увидеть за километр. О, нет, нет! Разбиваются они в говно! Да, да! Вследствие чего черный доктор откидывает ласты, а азиатскую женщину берут в плен, чтобы она шила в подвале кроссовки, дабы от нее была хоть какая-то польза. Затем друг главного героя смотрит в бинокль и, как ему кажется, он находит азиатскую пленницу. Зачем тебе бинокль, Зик? За девками подглядываешь? Не сегодня. Я нашел Ко. Но в итоге это оказывается какая-то безбашенная злая телка по имени Никс. Демон? Которая любит набить кому-нибудь морду Пойду кому-нибудь морду набью. И называть главного героя котиком. Обалдеть, котик! И по ходу дела она присоединяется к команде. Вообще! В то же время толстопус решает пробраться в тыл врага. Ну, знакомься, Зик Данбар. Двойной агент. Понял? Я шпион. В итоге они узнают, где прячут азиатскую женщину и главный герой спешит на помощь, выбрав злодейский путь либо не злодейский. Отымев злых ополченцев, он находит ее, спасает и случайным образом активирует целую армию мутантов, обладающих ледяными способностями. М-да. А еще тут помимо ополченцев и ледяных монстров присутствуют болотные монстры, которые мне почему-то кого-то напоминают. Ну и короче, в итоге узнается, что азиатскую женщину наделили ледяными сверхспособностями, и она теперь может, как и та злобная телка, быть крутой и помогать главному герою в некоторых заданиях. Ну и в общем ее жизнь стала иметь смысл. В одном из таких заданий у меня заглючила игра и постоянно звучала неоднозначная фраза, которая, видимо, намекала. Когда начнем? Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. Не надо. Ничего не хочу об этом знать. Ну и в итоге злая телка будет поддерживать темную сторону главного героя, а азиатская телка будет шить ему кроссовки и подбивать его на добрые поступки. Решение остается за вами. А жирному толстому другу все равно. Он нужен лишь для того, чтобы шутить. Какой пароль. Не стреляй мне в зад. Не стреляй мне в зад. И для того, чтобы бухать с ним. Ну и, собственно, игра будет представлять о себе типичную песочницу про супергероев, где можно путешествовать по городу, бороться с преступностью или же, наоборот, учинять беспорядки. Находить светящиеся хреновины, которые будут увеличивать запас энергии, постепенно прокачивать себя, сбивать голубей ради забавы и выполнять сторонние задания, которые будут либо добродетельные, либо злодейские, либо нейтральные. Выполнение злых или добрых поступков будет отражаться на вашей репутации, что повлияет на внешний вид персонажей и на открытие новых уникальных способностей, доступных лишь при определенной репутации. Например, если вы захотите стать злодеем, главный герой предпочтет темное шматье с красным оттенком, его кожа побледнеет и покроется венами, татуировки станут более агрессивными, а цвет молнии поменяется на красный. Даже освещение окружающего мира приобретет кровавые тона. На самом сюжете это, правда, никак не отразится. В моменты, когда герою дается выбор, выполнить основную миссию либо по-злодейски, либо по-доброму, повлияет это лишь на его репутацию. Даже если его выбор не понравится кому-то из его соратников и тот решит свалить, предварительно послав нашего героя в пять русских букв, первая из которых буква П. Пошел ты! Раз. В скором времени этот персонаж вернется назад и будет вести себя как ни в чем не бывало. Но она меня не слушает. Эй, Никс, будь добра, дай взрослым поговорить. Вот, это каждый раз. Сюжет будет идти строго в одном направлении. Диалоги главного героя будут всегда иметь нейтральное значение, дабы независимо от репутации главного героя выглядеть естественно. Иными словами, вместо того, чтобы сделать несколько вариантов одной и той же сценки, разработчики решили сделать попроще и сэкономить время и нервы, просто заменив главному герою одежду. Ленивые, сучки, я вас раскусил! Но в этом нет ничего сверх ужасного, просто если бы это было сделано как надо, было бы немного круче. Единственное место, где сюжет разветвляется, это во время последней миссии, в самом конце игры. Но и на том неплохо, так как они кардинально различаются и у каждой из них есть свои сильные моменты и неожиданные повороты. Я даже не буду спойлерить и рассказывать вторую половину сюжета. Если захотите, сами пройдете. И вам оно понравится. Понравится, я сказал! Пишем, блять. Ну и если подвести итог, у этой игры присутствует веселый геймплей, интересный сюжет, юморец. Но где твои родные и близкие? Они наверняка мечтают о том, чтоб ты поскорее сдох! Интересные персонажи и много всего интересного. Я прошел ее раз в пять и точно готов поставить ей восемь и девять из десяти. И помните, бухло, бабы и Блэп Джек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова